добра здоровья к хунту и хунтубары этот ролик не будет коротким если только его не прервать но я сделаю все чтобы вы этого не сделали а уж сама люся давно делает для этого все возможное сегодня разговор пойдет о том за сколько купили арестовича на примере одного интервью ну не верите ж вы в самом деле что он бесплатно огородит весь тот бред который мы от него слышим в последнее время последнее время в медиа пространстве стало обильно таким себе алексеем арестовичем в народе известного больше как люся арестович давайте пробежимся вдоль этого персонажа с цитатами комментариями и конечно же картинками титулами он себя не обидел на любой вкус тут и военный эксперт аналитик колумбинист эзотерик актер ведущий психологических семинаров и курсов семейный психолог в общем личность разносторонняя начинал с биофака универа шевченко там вообще обтирается довольно много своеобразного люда круче только на журфаке но люся ощутил себе неудержимые порывы отдаться во власть мельпомени забросил все науки и ушел в творческие поиски самого себя лет намного между тем как-то между делом поучился на военного переводчика в одессе и теологию в киевском институте святого фома аквинского и не прерывая актерских исканий себя смог поработать как утверждает его же вики в главном управлении разведки при упоминании этого он делает очень суровые глаза и держит многозначительную паузу как служба аналитиком в разведке ну явно не оперативная работа штырлэдзем во вражском тылу он акцентирует что обладает специальными навыками работы с информацией так вот как она сочетается с творческой работой актера не очень понимаю погуглите типичный распорядок дня актера или певца да в принципе любого человека который выходит на публику просто в плане распределения времени а в сутках то только 24 часа заметен наш и люся стал в районе помаранчевого майдана и то как какой-то пацанчик который таскается следом за корчинским в те времена интересен был конечно сам корча так мало ли кого он за собой таскал как цуцков на веревочке он недавно он и с киевой бегал если ты интересен корчинскому посмотри внимательно в зеркало все ли с тобой в порядке были в анамнезе времен братства активности люси и выезжив в москву и присухи с дугиным и прочим евразийством так что особо патриотизма там отыскать не получится он и сам признается что по ментальности он совок и таковым желает остаться до конца своих дней а его патриотические порывы в 14 не более чем дымовая завеса потому что так нужно было в первую очередь для реализации его пятого проекта теории переустройства социума согласно очередных самых правильных правил и сейчас его пустили во власть даже не столько пустили сколько позволили быть глашатаем и какую бурную активность он развернул просматривая число его интервью эфиров колонок и прочего медиа контента который он генерирует да еще принимая во внимание его менторство личностного роста еще участие в трехсторонней группе у меня очень большие возникают сомнения в способности эффективно решать все перечисленные задачи а коль так где-то все равно нужно будет расслабиться на каких именно моментах пан рестович халявит как-нибудь узнаем и так мы имеем человека который пропагандирует идеи мирового переустройства и жаждет власти о чем уже почти не скрываясь говорит в последних интервью в итоге в лицо вы за достаточно опасная смесь вот цитата с одного из сайтов описывающих этого гуру автор более 40 книг среди которых популярные подробные серии учебников по общей каббалистической и синострической астрологиям книги по психологии философии целительству а так он российский писатель поэт философ эзотерик психолог и астролог ну и дальше сами постарайтесь додумать чему у этого детеля можно обучиться этот ролик будет полон мелочных нападок и вырываний из контекста со стороны унылой посредственности то есть меня в адрес личности то есть люси которая очень и очень но выше самой лаврской колокольни чтобы вы все понимали в общем поговорим мы сегодня за стратега аналитика философа эзотерика актера писателя экспертов вопросах военных но имеющего свое ценное мнение по любому вопросу и одаривающего нас сирых убогих своим светочем знания в любом доступном месте за алексея арестовича как правило не сильно люблю употреблять многослабительного янразова а тем более на постоянной основе потому смотрю интервью с данным персонажем достаточно редко но иногда попадаю на весьма яркие монологии потому что сколько не попадал на интервью с ним все сводится к сольному выступлению когда все остальные в студии только удачный антураж и декорации как на беседе с политикой после которой захотелось заняться графоманией хотя youtube настолько часто подкидывает ролики с его монологами что иногда диву даешься откуда у человека столько времени чтобы на эфир успеть и в студии посидеть и ролик закатать и на youtube залить а еще и государственными делами ворочать же ж надо без него же не отсвятится так вот насчет откровений в последнем попавшимся на глаза общее впечатление когда рептилоиды какое-то тело допускают до власти то в обязательном порядке вот какую-то сыворотку которая ослабляет работу всех тормозящих и контролирующих участков коры голодного мозга потому как при попадании во власть из людишек начинает лезть всевозможная тухлятина самоуверенности напыщенная глупость самодовольство и чванливость что регулярно нам демонстрирует данный эксперт как только попадает в кадр самом деле может вне студии он няшечко и адекват люся как любой неофит то есть человек только обращенный в новую религию жаждет быть святее папы римского и это можно понять но не простить интервью на политике началось сразу же с заявления пока я там за себя лично вкладываю многозначительной фигуры пальцами и закатанными глазами состояние близкое к экстазу его интересно не только слушать с точки зрения что произносится но не менее интересно наблюдать как это произносится язык тела жесты позы мимика как подает пальчик как головку наклонит по поводу закрытия медиа помоек медведчука достойно что привести целиком пассаж забить сейчас сми демократические тут же в чем вся интрига что такое ультра этот карга культ псевдо националистический они называются патриотами а я всегда ставлю это в кавычку выписали себе квоту на патриотизм как бы все остальные не патриоты а они патриоты это изоляционизм на самом деле они питаются за смыслов которым 150 лет это время европейских революций 1848 года молодец возьми с полки пирожок сам себе задал вопрос принял пас виртуозно ответил опытный демогог и что с того что мы не прошли свой эволюционный путь даже в 1848 году все нации должны пройти все этапы взросления нельзя из ребенка сразу стать взрослым эволюция природа так задумалась они нецой фарион тренд вся эта тусовка они хотят унифицировать украину ужать ее живут они в ментально в западноукраинской республике вот этот тренд который приющенко возник и поднялся на общегосударственный уровень и они хотят чтобы доминировать доминировать этот нарциссический комплекс доминирования в таком маленьком пьемонте украинском знаете который всегда пытался выделиться да и разбирался между италией и францией то есть зажатся ментальные зоны зонер как бы нереально зоны зонер прости господи да и там доминировать вот их культурный комплекс вот их комплекс культурный комплекс в кавычках он бы должен был доминировать здесь они бы сохраняли ведущие положение цикаго а пан добра убезнанный на истории то с добудках зонер чы так зураки в истории радянского союза мая опинию до речи засовок будет дали смачненько я кто кажуть не перемыкайте вот какая-то инстинктивная нелюбовь у пана к галичанам а почему плюс здесь же очень красивая иллюстрация деления украинцев на сорта не находите а дальше пан будет величественно рассуждать вообще о центризме дальше он раскрывает свое видение роли и место слуги народа вот так как был отредактирован законы языки его приняли в редакции условно говоря порошенковской это большая большое поражение большая проблема слуги народа если бы она осознавала себя как центристская сила она не до конца не осознает если бы они действовали как центристская сила а для этого нужно очень большую работу проводить с теми людьми достаточно случайными которые были набраны то они бы никогда не позволили принять его в этом законе и дальше пел соловьем снова о комплексе зонеар ментальном синдроме вечной жертвы жертвы исторического процесса которых все время уничтожали и так далее и никак не уничтожили птср от войны и желание доминировать потому что порошенко заигрывает с этим спектром и до сих пор заигрывает и тогда заигрывал и сейчас то работает четко на раскол общества на программу украинского пьемонта на пьемонтизацию сознания и они все то живет на страхе потерять свою значимость дальше вкуснее я даже комментировать не стану просто достаточно слов что такое были добровольцы волонтеры военные все эти семь лет вся эта тусовка которая около ну это же все первые люди в стране порошенко создал режим когда кто-то потому что он там где-то дважды выстрел по посадке за 800 метров на фронте или где-то там еще волонтерил рядом и что дескать сначала он волонтер бил стекла в министерстве а уже через неделю был замминистра в том же министерстве и что он лично он алексей арестович я лично хочу это не просто убить я хочу еще подпрыгнуть еще 10 раз в ноль забить чтобы этого никогда не было в украинской истории больше изоляционизм это смерть это из биологии известно они работают на разобщение чувак который сумел реализовать стратегию 75 на 25 порошенко заставил возненавидеть четверть страны три четверти остальной страны это госизмена полный состав госизмены и я думаю у нас туда еще руки дойдут на нем сейчас уголовных дел масса но я постараюсь чтобы они получили истинную политическую оценку да ты шо а когда украину делили на сорта тогда тоже был порошенко ты ля а когда сам отказывал в субъектности пьемонцам это что было не попытка посеять ненависть и отдельно за чистую эмоцию к пятому президенту что не оценил не возвысил не дал порулить еще один юрий голик я смотрю вокруг вовы кучкоются все обиженные и недооцененные пятым президентом мелкая мстительность и уязвленные амбиции и яркий каменкаут я совок по психотипу и не собираюсь от этого отказываться был совком и умру совком я советский школьник по воспитанию я русский по культуре и не собираюсь от этого отказываться я очень редко разделяю россию путина путинский режим российское правительство где есть и либералы народа россии и русскую культуру и не собираюсь в отличие от националистов мешать все это в один этот самый и говорит что русские генетические уроды рабы что не там против как это чайковский достоевский чехов это негодяи а с легким паром чебурашка и пугачева это смерть украинской нации а а каков эксперт что там из образов намешано воистину советский человек самое смешное что этот человек пытается быть для нас визионером предлагает будущее претендует на роль лидера и очень надеется когда-нибудь стать вождем хотя советский человек чего ожидать но они националисты тоже против центризма как типично русский человек арестович прям с порога мешает украинский патриотизм и национализм это у них на уровне хромосомного набора видно или им в детстве на мозге обрезание делают убирают какую-то плоть а еще он легко приписывать себе исключительное право играть в поле центризма вот он себя так решил именовать а мог бы лиловой уточкой вот решил он на порошенко навесить ярлык националиста странно а что ж о фушистов забыл на скрепно и ведь что интересно как совок по его признанию может быть центристом совок это патерналист левак с имперскими фобиями государством не должно мне вообще все должны и а какими были сильными как нас все боялись попутно он еще и обозвал мураева что он где за украину бело-голубого типа в духе микельяновича который еще и не самый глупый человек заметьте ну там всяко засильную промышленную украину особенно все эти того что в оккупированной части осталось 20 процентов промышленного потенциала украины а сейчас дай бог чтоб осталось 78 да и живо оно совершенно условно остальное закрыто порезано распилена и дальше поясняет наш пациент что такое бело-голубая украина завод при нем садик при нем школа птв люди идут санаторий и так далее забавно как он возбудился родным повияло а еще есть откровенно по-российские типы которые тупо работают на задачу то есть микельянович сидя в подмосковье работает не на задачу она что тогда и кто ему там позволил сидеть он же явно не в умирающем селе куда хлеб только зимой раз в неделю довозят живет а где-то рядом с рублевкой кому интересно может погуглить стоимость участков рядом с его имением и стоимость имени и рядом с его участочком его невестки которые она может и он приобрели загодя извините отвлекся давайте вернемся к прямой речи моя оппозиция ультра украина центризм а что это такое и кто его еще использует кроме самого арестовича сам себе медальку ярлычок повесил должен быть защищен а лучшая защита это нападение мы должны убить эти два тренда здесь надо убить пророссийскость и это этнокарго псевдокульт который изоляционистский который почему-то у нас называется патриотизмом тут просто хотелось бы обратить внимание как он спокойно и кратко обращается с восточным флангом и сколько эмоциональных ярлыков на западный акцент из и к которому к несчастью и это тоже технология порошенко сумели присоединить все раны приклеить все исторические раны исторические мова и так далее и приклеить раны военные вот этих семи лет войны народ кто там недалеко от папа мюхните от него серое не пахнет а то прям выходит арестовича порошенко какое-то дьявол плоти рептилоид снубиру из мирового масонского правительства это все просто в который раз демонстрирует что под зонтик о почке сползаются все маниакально обиженные лично на порошенко жаждущие личной мести и нет никакой великой общей идеи есть просто обиженные недопризнанные недообласканные недооцененные неудачники как на это реагировать не знаю разумного ответа у меня пока нет а так ну разве что позвать туда санитаров со смирительными рубашками в каждом отдельном мягком кабинете проецировать на стены портрет пятого президента в полный рост с байденом или на бульдозере потом люси обратился к своей больной вавке русскому языку штате голландцы проводили у нас исследование а у него там был друг который ну как обычно ОБС одна бабка сказала так вот какие нам предлагаются выводы русскоязычные боятся потерять исключительность тут нужна небольшая пауза дайте я подниму в который раз челюсть с пола это значит чекалкину нужна исключительность лёше петрову пояркову и дальше он раскрывает понятие исключительности исключительность внутренний психологический вектор причастности к чему-то большему ну космос великие проекты великая страна ну думаю сюда же можно добавить и великую русскую культуру для полноты картины и мы без удивления получим привычный психологический портрет московита имперца жителя империи и где здесь русскоязычные и пес с ними с голландцами умными дядьками мы на них насмотрелись в процессе принятия без виза но тут симптоматично что именно арестович разгоняет именно эту работу далее а украиноязычные боятся просто боятся потерять страну боятся повторения истории вот этого 400-летнего рванулись но попали под а мы как варвары которые дорвались до штурвала не власть вся страна одни пытаются отменить украиноязычных другие отменить русскоязычных и вот тут я чуть-чуть не понял я конечно не глубокий знаток платформы принципов и стратегий евросолидарности но как-то не припоминаю такого разве что у фарион но она уже давно стала жупалом и отражает позицию маргинеза который присутствует в любой стране привет от француженки марили пен для примера так что в графе манипуляции ставить еще одну галочку попытка выпихнуть центристка правоцентристку а как зюйдзюйтвест с элементами консерватизма е.с. на крайний правый на самом деле левый фланг тщательнее алёша нужно тщательнее дальше было эта технология мы должны уничтожить я пришел в политику ну в общем вылитый адам жоржевич перед зеркалом простите цистату не смогу привести youtube и хейтеры радостно страйкануты ролик и канал но кто не знает поищите у поддеревянского да и вообще классика нужно знать там немного и теперь тадам фанфары софиты оркестру молкни зал замер и внимает я пришел в политику чтобы уничтожить эти две крайности украина центризм вот наше это самое потому что как только я вижу человека который работает на разделение моя рука тянется к пистолету сразу и вот наконец-то я начинают пистолет в руке ощущать потихоньку политический а то ли еще будет далее разговор пошел о трехсторонней группе и о форме русской бомбас это идеологическое обеспечение доктрина русского мира которую россияне продают наружу россии потому что в самой россии никакого русского мира никогда не было и близко русский народ это самый униженный народ в российской империи в российской федерации и снова здрасте а кто такое русский народ если говорить о политической нации народе то это все народы группы и этносы которые проживают на территории империи если говорить об этнических составляющих то кто это чуть меря эрзя мурома башкиры калмыки казанские или астраханские татары может вятичи или новгородцы ярославцы костромичи кто этот русский народ это ж такой же точно имперский симулятор франкенштейн топлит хвороблывую фантазии и дальше он поясняет почему 50 процентов всего не газифицировано в россии бедность все что за пределами москвы екатеринбурга там питер и так далее и так далее это ужас 17 тысяч рублей у них считается там средним кланом но это 3000 гривен тут конечно пан эксперт сказано красное ярко вообще-то 17 тысяч рублей это где-то 6 8 тысяч гривен соглашусь у нас это еще не средний класс но в украине ой сколько семей имеют такой доход притом пан эксперт не указал пресловутые 17 тысяч рублей начали на семьи или это доход всей семьи эксперты они такие экспертные не останавливаемся это же еще не все далее русские никогда не имели этнической государственности в отличие от всех остальных узбеки латыши литовцы украинцы имели попытки либо имеют русские не имели центр исторической россии лежит вне россии вне нынешних границ россии он в киеве находится еще раз по мнению арестовича киев столица россии это нам не кто-то вещает а целые люся арестович любимый нарратив если память не изменяет тусовки от дугина до холмогорова при том это же не чье-то мнение это позиция самого философа эзотерика почему мне вспомнился гениальный слесарь интеллигент колесов кстати от тетровали арестовича как советника по информполитике украинской делегации в ткг он же когда-то пояснял что когда он отвечает державную мовую то он говорит как радных тристороннюю группы а когда на русском это частное мнение эксперта арестовича как тут понять здесь играть здесь не играть там где жирное пятно там рыбу заворачивали говорят словами почившего советского классика ну и о подпорченном не бутерброде эксперт тоже не забыл высказаться я говорю всегда навальный это не либеральная россия это правая националистическая идеология и они ищут новые силы те кто выходят за навального ищут не свободы в россии они ищут новую форму империи и это вечно несчастные скомканные как кулёк русский народ пытается подняться расправиться в полные плечи и они вечно это самое и вот путинский режим сталкивает два народа вечно замученный украинский и вечно замученный российский вот цена всему этому происходящему это ж в куда тогда пытается расправиться плечами русский народ в империю а чем ему счастнее она не те задницы греют трон хотят чего поменять задницу на троне ну вот я действительно не вижу конфликта между царствующим путиным и любым другим лом которая влезет на трон после него там не имперцу не получить трон народец не позволит тогда о чем стена не это я не понимаю народец будет бит очередным императором все как хотели поехали дальше а знаете как международный суд в гаге квалифицирует конфликт у нас на востоке квалифицирует как межгосударственный вооруженный конфликт ну война с элементами внутреннего конфликта ультра националисты они на стенку лезут вот это порошенковская все это братья они прям без когтей ползут на этот небоскреб вона оно как михалыч порошенко ультра националист а вот сейчас было обиднее какой-нибудь фарион или билетском или корчинском или сами вспоминайте державная деятельность это когда мы жертвуем людьми это касательно обмена и войны и снова три двухсотых и три трехсотых тогда перестать стрелять погибло бы больше боже боже мои швы дурненьги если под вас хоть что-то зависело тогда бы еще имело бы смысл бегать важно поддерживая штанишки руками и важно надувать щечки и не забывать подбегать к мамочке чтобы она вам вытерла носик а то сопельками над губой ведь не настолько важный причем об регуляторе войны сам алистович вещал еще совсем недавно и совершенно верно указывал что он в руках путина и что все эти перестать стрелять с нашей стороны ничего не стоит потому что крутят этот регулятор войны пальцы не нашей руки но уже запамятовал тут помню тут не помню прям академик а наше надо просто перестать стрелять как раз очень кстати умотала в эмираты греть целлюлиты и купать их у моряков но в самом деле бубочка же смотался державных делов последний раз больше месяца тому подумать то катался на лыжах и немного о государственном визите на уикенд нови стандарты официйного визита зеленского краяна объединенные арабские эмираты дата суббота неделя день святого валентина склад официйной делегации украины лише дружина жодного представника уряду или парламенту подписаны угоди договоры контракты нуль жодного лише меморандумы яких никто и не видел до того же финансирование держбюджет наши податки летак охрана проживания и так и иначе ну а про те что за добу до этого туда же вылетел под санкционный летак козака медведчука вы уже все прекрасно знаете вот складить теперь два плюс два и отримайте ответы на деякие свои пытания ну зеленолуный насмотрелся в глаза пу доволен что тебя с днем всех влюбленных поздравил даже он разумеется в своем стиле да дважды потерпевший проявил молниеносную реакцию поручил хомчаку и тарану срочно ехать на донбасс но сам греть задницу трясти жирком на моряку не прекратил разумеется ведь как там выше сказал арестович державная деятельность это когда мы жертвуем людьми кстати помните что подписал наше зеленобуба и все в эмиратах инвестиции заказы оборонки нефть с газом признание украинских водительских прав в эмиратах победа как раз вопросы государственного визита ну какое государство стало такие и визиты пошли и к слову украинские водительские права в эмиратах признаны были давно если я не ошибаюсь в две тысячи четырнадцатом году снова сбрехал но вернемся к исследуемому дальше беседа перешла к закрытым медиа помойкам кто зачем и почему и тут наш херой воспрял встрепенулся в глазах блеснуло пламя бойца и погнал он любимую волну про все верно про парохоботов что такое парохоботы и как их надо понимать это крайне правые или крайне левые они твердят одно мы за украину пяткой в грудь себя бьют и тут же отказывают украине в субъектной стимул украина или украинская власть а президент представляет страну по крайней мере на международной арене якобы не может принимать самостоятельных решений проводить свои действия я вот как-то не понял как в парохоботах могут быть и крайне правые и крайне левые одновременно то есть ес покрывает весь спектр украинского политикума и кроет среди прочих центристскую слугу аки быковцу ну тогда понятно почему так нацадно и мучительно блеет наш герой а после такого покрытия можно и всплакнуть а як же да в авандре нынче как нельзя круче представлять страну на пляжах эмиратов прорвной дизайн плава ах какой инновационный крой купальника и права права водительские же права а какой он там принял самостоятельное решение еще одной порошкой закинуться или айкосом перебаловаться понимаете вся наша культура построена на снятии субъектности это то что мне приходится из учеников моих курсов выбивать курсы длинная полтора года идут я трачу огромное количество времени и усилий на то чтобы вернуть субъектность человеку господи оно же еще и курсы ведет и находятся овцы которые этот цирк оплачивают полтора года но молодца не навязчиво порекламировал свои курсы продакт плейсмент учитесь ему бы курсы маркетинга и продвижения читать а лучше семочками торговать кстати кто следующий будет открывать курсы личностного роста кива или я отстал от жизни и он уже давно читает двухлетние курсы личностного роста а вот так алексей показывает как он вернее они власть рубят крупными кусками когда нужно было закрывать медведковские помойки попутно риторически вопрошая а можно было сработать тоньше и сам же себе отвечает нет на этом уровне развития государства и дескать потому они и рубят но я не стал заморачиваться на эту фразу но не смог пройти мимо его рук интересно этот человек в жизни хоть раз держал топор ну и куда ж без любимого конька я вот знаю а вот вы когда человек не такой как вообще потому один такой а другой такой и ум у него не для танцевания а для устройства себя для развязки своего существования для сведения обхождения и когда такой человек ежели он вченый поднимается умом своим затучи и там умом своим становится еще выше лаврской колокольни и когда он студова глянет вниз на людей так они ему покажутся такие махонькие махонькие серны как мыши потому что это же человек а тот который он это он он тоже человек не вченый но зачем же это же ведь очень и очень да да но нет когда мне говорят алексей вы там совсем зажрались на своем олимпе в комментариях мне постоянно пишут вы не знаете как на самом деле обстоят дела говорю ребята это вы не знаете как обстоят дела если бы я вам рассказал как обстоят дела по той полноте информации которая у меня есть вы бы давно застрелились уже или выбрыгнули в окно понимаете все гораздо хуже чем это самое практически неспособное государство неспособное ржавая разваливающаяся машина и кто ж довел систему до такого состояния вроде за предыдущие пяток лет от ржавая разваливающаяся машина начала ехать и довольно бодро кто что приложил руку к тому что вроде как более или менее нормальное авто вдруг стала грудой ржавого хлама чии шаловливые ручонки дергали разом за все рычаги и меняя всех умеющих хоть что-то как-то на всех обы своих чья хрипатая глотка пафосно вычавкнула я ваш вырак кто отказался от всех советов дескать никого из старых лет мы сами все знаем много узнали у нас все очень плохо управляется сейчас одна забота государство себе вернуть себе и народу вот тут мне пришлось полезть под стол искать челюсть снова а кто эти загадочные себе кто первоочередно получает право первой ночи на государство дальше состоялся просто умилительный разговор с ведущей в продолжение как ай-яй-яй у нас все плохо никто не хочет работать все хотят править а что новость а на кой ляд тогда перли сёслики и а если не знали чтобы что и акать и качать головкой грустно персонаж заставить работать колоссальная проблема колоссальная монобольшинство ла-ла-ла и так далее никто не работал с этим монобольшинством депутат имеет как и парламент политический суверенитет его можно только попросить его можно только убеждать а он говорит я не хочу у меня другая точка зрения до свидания я субъект журналист ну как говорят конверты достаточные могут быть персонаж конверты могут быть убедительные так не берет же ж зеленая власть вот в чем трагедия нечего давать нечего давать мы как нищие часа мы ходим по этому офису вот именно так и не берут закрыв глаза и растопырив лапки привет большому крадивнынству а дальше начали думу думать насчет центристской силы которую кто-то пытается под разумкова продвинуть но по факту это выходит слуга что ли сброд кого попало это и есть центризм и разумеется крайне правая и крайне левая нападают на нас то есть центристов а коль у разумкова своей политсилы нет то остается только слуга простите не предупредил вы не ушиблись для таких откровений лучше претворительно присесть и принять еще немного валерьянки или пивка я неоднократно говорила это совпадает с моим политическим проектом который у меня есть видео идеологической конструкции который называется пятый проект я вам грил да в украине сталкиваются четыре проекта вот он есть пятый я бы смог договориться и с российскими и с националистами я знаю что предложить одним и вторым я знаю что оттуда взять таки его дугин давно покусал где-то за кулисами то ли на пресс-конференции то ли на селигере какую бациллу подхватил уже навязший на зубах почему русско челюстной всегда при виде украинского патриота начинает орать как ошпаренный о национализме хотя вопрос конечно риторический самом деле не называть же националистами белецкого с его воцманом или свободу этих политических девочек с окружной кого дороже кого дешевле но обратите внимание на амбиции и это ментальный совок человек который яростно отстаивает свой бэкграунд свою советско имперскую ментальность претендует кроме прочего на формирование видения нашего будущего и претендует на проактивную роль в этом процессе скрин 27 есть слуга народа как партия не до конца люди которые вот не до конца вот движут идеологему нынешнюю власть и хотя я сам к ней принадлежу частично мы еще не осознали как коллективный субъект до конца силу центристской позиции силу лозунга единства в многообразии именно это предложение и не начали работать в этом отношении ну возьмите меня бухать ну позио очень хочется набиться в идеологи но не хотят брать засиделся наш идеолог в девках на выданье ой засиделся президент зеленский вот сейчас очень многие говорят что это американское решение что зажали яйца байден там да и якобы там начали быстро действовать это неправда это дозрел президент он глубоко порядочный человек который сильно переживает все что происходит вокруг и вот эта вся история она копилась 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 он молчал терпел 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 и вот он махнул шашкой это его решение целиком и полностью ну и почему закрыли медиаклаки это не байден злой надавил вове на больную денежную мозольку а сам где президент ищи наш дозрела если он такой глубоко порядочный то нах она полезла в политику пусть себе и дальше глубоко порядочно высмеивал бы со сцены пьяных хлоп карталость луценко проблемы диабета порошенко гонтареву голодомор и ванитовые палочки украину по вызову готовую принимать со всех сторон сдвигают границу по чуть-чуть владимир еще вас прошу возьмите меня ведь это же все было глубоко порядочно да но оцените глубину и мастерство зализа полный текст придет не стану это и так трудно выдержать нужно запасаться пакетиками как в самолете такими темпами владимиру санычу нужно будет вызывать скоро хирурга-проктолога совсем ведь залижут журналистка сотрудница 112 по поводу закрытия каналов вот я почему я ближе к этому да не к российским нарративом не к юризму а канал я просто о том что вот там журналисты ведут себя по журналистским стандартам ты от себя ничего не говоришь если ты даешь какую-то информацию ты указываешь источник есть ты даешь цитата ты указываешь кто ее сказал а это связано с украинскими политиками почему возникают вопросы что что то не так делают канала и возникают вопросы что те цитаты очевидно какое-то неприятие вызывают владимира александровича почему это не относится это не переходит к тем людям которые это говорят они говорят это с трибуны Верховной cuma пошли таким вот путем. Пациент, вот смотрите. Помните мою знаменитую цитату, что я не считаю журналистов каналов медведчуковских врагами. Ее очень активно, сейчас парохоботы за мной сейчас бегают и активно везде ее постят. Там ха-ха-ха. Я ее повторяю. Я не считаю журналистов трех телеканалов, которых закрывают врагами. Я очень четко разделяю журналистов как людей, которые с украинскими паспортами на украинском языке по украинской лицензии четко осуществляют свою журналистскую деятельность, редакционную политику и политику собственников, которые смещают акценты, которые делают журналисты, смещают в пользу пророссийских нарративов. Пророссийские нарративы это вещи, которые вполне считаются. Делается это через контент-анализ. Обоснование закрытия будет достаточно аргументированно выводить, что телеканалы телеканалы, не журналисты проводят пророссийские нарративы. Из своего собственного опыта я могу сказать следующее, что я неоднократно становился участником и ток-шоу, и включений, когда меня подталкивают, меня атакуют с точки зрения пророссийских нарративов. Вот здесь вообще все прекрасно. Только эти, с позволения, журналисты в кавычках, из того разряда, что «нет-нет, что вы, я же не убивал, я только снаряды подносил, иногда заряжал, но я же не стрелял», напоминает немецкое «мы не знали немцев про лагеря и окончательное решение еврейского вопроса». «Только вот эти знали, понимали и шли на более жирные пайки. А действительно, не подавать снаряды — это как поступила Ирма Витовская, Алексей Горбунов, другие актеры, исполнители, музыканты. И нечего нас кормить двойными стандартами. Я прекрасно понимаю, что для реализации своих амбиций Арестовичу нужен пул как минимум ненастроенных против него медийщиков. Вот он и старается. «Не сжигать за собой мосты». И еще мне интересно, как собственники смещают акценты, сидят и сутками перемонтируют отснятый материал перед его выходом в эфир. Вот сидит такой медвячок и целыми сутками не ест, не спит, не гладит кошку своей жены. Куда там уж приласкать саму Марченко? Монтирует и смещает акценты. Нет? Так как кто же у нас это тогда делает-то, а? Может, все же это и редакционная политика, и монтажеры, и журналисты делают контент с правильными словами, что проще монтировать было, ведь единый организм профессионалов они набрали не пойми кого. И надо различать журналистов, таких как вы, и ведущих, которые продают свою позицию. В хорошем смысле продают. Не за деньги продались и бла-бла-бла все эти смешные разговоры. Продают медийно, я имею в виду. Ага. Тут я смотрю у одного не в меру кудрявого и говкучего румынского пуделя, одного кучерявого бабушка, и на автопарк, который он вроде как сейчас срочно распродает, сумма трех авто сто плюс тысяч неукраинских гривен, и чья мама разлюбила скорость, но также хватило, продаваясь медийно в хорошем смысле, на двадцать шесть квартир, не считая разной загородной мелочи, в кавычках. Он, Зеленский, до конца неверно оценивал, куда он шел, просто опыта, потому что не имел. Но теперь он очень хорошо понимает, когда он пришел, и что такое быть президентом. И вот оно стоило того. Обучение этого Буратино, таких разрушений и смертей. И на фронте, и от пандемии, я уже не говорю о потере, столь трепетно обожаемой Арестовичем субъектности всей страной. И снова, что они центристы, атакованы с двух флангов и ультра-националистами-парохоботами. А странно, почему не свободовцами или прочими ударными командами Белецкого того же и пророссийскими силами? Это центристка. Начала ставить на место тех, кто ее атакует с двух сторон, нарушая принцип украиноцентризма. Они, может быть, не говорят такими словами, это я говорю, но я представитель команды, понимаете? И это начало новой эпохи. Другая политика пошла в Украине, понимаете, да? И далеко не закончена с другими телеканалами и со всеми силами, которые используют и медиа, и парламентскую трибуну. И все остальные ломают. Нет, не имидж или репутацию Зеленского и Арестовича, а ломают принцип украиноцентризма. Украиноцентричная сила начала рычать и показывать зубы и начала строить новую страну. Ну, слава, пианинь! Наконец-то в Украине кто-то порядок наведет. Вот мне интересно, а в чем политическая позиция ЕС нецентрична? Имха, та же Димсакира, куда более правая партия по своей программе. Имидж Зеленского и Арестовича. Прям галантерейщик и кардинал. Это сила. Кто из них кардинал, а кто галантерейщик, сами решите. И пока не сильно видится украиноцентризм, а вот жажда оставаться во власти видится очень даже отчетливо. Я не стал углубляться в биографию Арестовича. Там есть и Дугин, и Селигер, и Корчинский, и что-то из евразийского. Там много и разно. На любой вкус. Главное иметь вкус и желание выбирать из этого что-то по себе, от чего я и стараюсь вас отговорить. И в заключение еще одна цитатка из недавнего общения с ФБ аудиторией, когда обрисовал более независимую политику, которую проводит президент Зеленский в сравнении с пятым президентом и перспективы будущего президента. Я знаю одно. Практически с нулевой вероятностью вернется олигархический тренд. То есть ни олигарх больше не будет президентом, ни олигархи не будут так уж сильно влиять на президентов. Дело в том, что Зеленский решил главную задачу. Он отсек олигархов от непосредственного влияния на государство. И нам надо решать задачу возвращения государства себе, потом возвращение государства народу. И Владимир Зеленский – это конец олигархического варианта развития Украины. Конец. Новые олигархи не появляются. Олигархический тренд сломан. И тут вопрос другой. Не пойти ли нам путем Азербайджана или Турции, которые, будучи членами НАТО, проводят независимую политику? Мне этот путь импонирует больше. Но я еще не президент. А теперь давайте смаковать эту мякотку. Вот тот трындец с веерными отключениями, которые вот-вот наступят по всей стране, а пока пришли только местами. С забастовками шахтеров и перекрытием дорог. Это почти цепная реакция аварии на ТЭС-ТЭЦ. Это закупка электроэнергии в Северной Снегерии. И ее отростки Лукашенки. Многомиллиардная убыточность Центрэнерго. Эта продажа известна чьим ферросплавным заводам электрики дешевле, чем населению. Это тотальная убыточность нашей атомной генерации в мире самой дешевой. И отчаянные попытки не свалиться в технологический коллапс. Чернобыль все помним. Может и не случится, а может и кто знает. Так вот, все это... Нет, не подумайте. Это не результат прямого влияния олигархов на Кабмин, Раду и АПшечку с министерствами. Что вы? Этот трындец в энергетике отдельно взятой. Это означает, что олигархический тренд сломлен. Так считает эксперт Люся Арестович. Где сломлен? Как? В чем? Для меня загадка. Может, вы понимаете? Да и по другим отраслям тоже плюс-минус то же самое. Тут вспоминается Казьма Прутков. Если на клетке слона прочтешь надпись и снова повторение. Вернуть государство себе, а потом когда-нибудь. А характерное здесь то, что о гражданах речи нет. Они мешают. Они вредны в его пятом проекте. Слишком умные. Независимые. Задают вопросы. И вообще. И так далее, и так далее, и так далее. Как любит говаривать сам Арестович, когда выдает что-то очень значительное. Не для среднего ума. И что новые олигархи не появляются, так у нас не так много ресурсов, чтобы они плодились, как крысы, пардот, блохи на соседской собаке. А эти вроде помирать не собираются. И не настолько ослабли, чтобы молодые пираньи смогли поживиться тушами их ослабевших империй. Нам это предстоит и через пятнадцать. Когда физиологические процессы, несмотря на успехи геронтологии, которая демонстрирует свои достижения на соседском плэшфюрере, начнут угасать. И нынешняя когорта выживших в большом первичном геребане девяностых начнет отходить потихонечку от дел. Ну и чтобы поставить точку. Но я еще не президент. С чем, собственно, всех и поздравляю. К чему все это было сейчас? Да вот к тому вопросу в начале ролика. За сколько купили Арестовича? Вашей версии. Бережите себя. Ставьте лайки и подписывайтесь на Пенса. Тисяте в червону пимпочку внизу під роликом, чтобы стало сиренькою, а потом тисяте дзвоник поруч. За возможность поддерживать канал финансово, надсилайте донати из будь-якої картки и валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк и коментар – это ваш внесок у перемогу Украины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...